всем привет мы снова на канале в найме и сегодня мы закрываем цикл выпусков про уникальные профессии связанные с элементами эзотерики мы уже сняли астролога нумеролога это хиллера и химон дизайнера и на десерт вишенка на торте расстановки в гостях у меня юля ходарцева юля привет привет это конечно очень круто что ты назвал меня вишенкой на торте потому что если говорить об эзотерической профессия вообще в мире эзотерики на мой взгляд действительно вишенкой на торте будет являться расстановки потому что расстановки ты такая глобальная история умение работать с полем который объединяет огромное количество техник технологии мне очень приятно быть вашей вишенкой на вашем канале я уже вижу что ты будешь очень интересным собеседником я не успел задачу даже первый вопрос ты не начала отвечать простыми словами для тех людей которые никогда не сталкивались с расстановками что это такое расстановки или как говорят расстановки по хеллингеру ну давай говорить тогда мы привыкли говорить расстановки по хеллингеру почему потому что основоположником расстановочного процесса был берд хеллингер в свое время достаточно долго училась у него и понятие расстановок включается если вы там простым языком понятным там нашим зрителям это умение работать с полем и с бессознательным. Я люблю это объяснять, знаешь, так метафорично. То есть у нас есть у всех мобильный телефон, и когда мы покупаем мобильный телефон, в этот мобильный телефон включены программки. И мы этими программками пользуемся, независимо, нужны они нам или не нужны. И так получается в нашей жизни, что очень часто мы живем из тех программ, которые нам заложили наши родители, наша родовая система, наша кармическая система. И на протяжении жизни мы бессознательно, не понимая, поступаем одним и тем же образом. Так вот, расстановочное пространство, оно помогает зайти в тот самый телефон, понять, какие программки уже не работают, какие программки уже не нужны для нашей счастливой, гармоничной, богатой, известной, знаменитой жизни. Убрать эти программки из поля и поставить туда другие. Гипотетически, например, чтобы тоже было понятно. Например, твоего прадеда раскулачили. Ты в этой жизни живешь, работаешь, учишься, получаешь там доп. образование, получаешь какие-то новые знания, но не можешь выпрыгнуть за какую-то там сумму, не знаю, 100 тысяч рублей в месяц, миллион рублей в месяц. И не можешь понять, в чем причина. Мы смотрим на твое поле, расстановка помогает это сделать, увидеть, почему такое происходит, увидеть, что твоего прапрапрадеда когда-то раскулачили. У тебя в твоей системе есть тема, что большие деньги являются смертью. Почему? Потому что, так или иначе, ты являешься человеком, у которого нейронные связи связаны с твоим папой, дедушкой, прадедушкой. И расстановка позволяет мало того, что это увидеть на уровне бессознательного, растождествить твою судьбу и дедушкину судьбу, и ты начинаешь зарабатывать миллионы, миллиарды, секстиллионы и все, что ты захочешь. И такую тему в расстановочном процессе можно проработать по каждой сфере. Женщины не могут долго забеременеть. И выясняется, что в прошлой кармической жизни у них была история, когда ее, может быть, она потеряла ребенка или она умерла во время родов. И тогда расстановка позволяет, еще раз резюмируя, увидеть поле человека в рамках не только этой жизни, сегодняшней ситуации, а увидеть все бессознательное человека, увидеть все травмы, которые мы не можем оценить, увидеть все программки, которые включены в телефон, не нами, убрать эти программки, и у человека появляются дети, мужья, здоровье, квартиры, дачи, путешествия, яхты, все что угодно. Так интересно говорить про программки. Это же приложение, правильно, которое установлено на наших телефонах. Буквально недавно, две недели назад, я удалил 84 приложения, которые мне просто не нужны. Я решил почистить свой телефон, почистить свое пространство. А все-таки вот расстановки, это больше наука, это больше метод, это вот, ну что, это инструмент, это о чем? Это же все-таки больше психологии, правильно? Ну давай, знаешь, прям поговорим. Я имею на сегодняшний день два высших психологических образования, образования преподавателя, и, к сожалению, в нашей стране расстановки являются ненаучным методом. И ты правильно сказал, что ты завершаешь цикл эзотерических спикеров, и расстановки, да, действительно, они на сегодняшний день являются ненаучным методом. Почему? Потому что тема работы с полем, тема работы с пространством, она не входит в классическую психологию, психотерапию. Поэтому я бы больше это назвала скорее ненаучным, эзотерическим методом. Но на моем опыте, я в расстановках уже более 8 лет, я могу сказать, что на сегодняшний день легче прийти к расстановщику и отработать тему с полем, чем пойти и, не знаю, ампутировать правую руку, потому что она болит, да. Почему? Потому что если мы говорим на физическом плане, все болезни, все травмы, там, психической истории, любые истории, которые связаны с травматикой личности, они так или иначе лежат за пределами обычного, ну, я это называю трехмерным пространством, не знаю, насколько твои слушатели это поймут, они лежат за пределами трехмерного пространства, они выходят уже за рамки бессознательного, широкого и прочее. Если в двух словах немного дать расшифровку этому, мы все на этой планете живем в рамках трехмерного пространства. Расстановка – это возможность расширить поле и в рамках поля 22-мерного пространства увидеть блоки, которые на нас влияют. Я не знаю, понятно рассказала. Ты говоришь, что ты в расстановках уже 8 лет. Да. А помнишь ты, как они появились в твоей жизни, когда это было, когда вообще была твоя самая первая расстановка и как это все происходило в твоей жизни в первый раз? Прекрасный вопрос. Я вообще начинала свою карьеру с бизнес-специалиста. Я 15 лет проработала в крупнейших корпорациях, мультинациональных корпорациях. И к 30 годам, это время, когда человек начинает задумываться о миссии, я работала в крупнейшем, одном из самых крупных банков Российской Федерации, даже не Российской Федерации, а международных банков. Возглавляла огромную территорию, отвечала за Россию, страны СНГ, у меня были тысячи людей в подчинении. Я в какой-то момент поняла, что я хочу уйти в миссию. Я пошла на расстановку, давайте найдем мою миссию. Это была моя первая расстановка. Когда это было? Это было, мне было 31 год, сейчас мне 39, то есть это было 8 лет назад. Как раз. Вот, да, как раз это время вот астрологи, ну не знаю, у тебя тут были и нумерологи, астрологи, они вот обычно всегда рассказывают, что в период 30-31 года мы идем в миссию. И это была моя первая расстановка, и тогда, конечно, я на этой расстановке получила огромное количество инсайтов, потому что это, конечно, было очень странно, но у меня был запрос про миссию, а расставляли ли моих почему, да, вот, например, прям классический кейс, если мы не можем попасть в миссию, если мы не можем найти свое предназначение, если мы не знаем, чем заниматься, то у нас есть, скорее всего, нерожденные братья и сестры, это как белые пятна системы, и мы на уровне души, в лояльности к ним хотим проживать их жизни. И тогда мы и гитаристом, и пианистом, и там, агрегатором, хератором и прочим. Я думаю, что тебе это как никому знакомо, на самом деле. Знакомо, да. Да, и когда мы хотим быть всем, то мы действительно проживаем судьбы вот этих вот нерожденных братьев и сестер. И тогда в моей жизни появилась история, когда я узнала, что у меня есть 13 нерожденных братьев и сестер, и я такая думаю, ого, моя мама всегда говорила, что я единственный ребенок, которого она всегда ждала. Я это проработала, приехала, я, как помню, к маме, и мама мне говорит, ну да, тогда, в те времена, аборт это было просто средством предохранения. Таким образом, что произошло? На первой своей расстановке я растождествилась с судьбами своих нерожденных братьев и сестер, нашла миссию, и глобально начала активно заниматься расстановками, потому что для меня это произвело огромное впечатление. У меня внутренний ресурс, он такой, я очень люблю учиться у лучших. Я тогда поняла, что Берт Хеллингер, к счастью, он был тогда еще жив, это тот учитель, который несет базовые истории расстановок. Я начала ездить к Берту Хеллингеру, я начала ездить к Ричарду Бартли, то я начала заниматься квантовым пространством, и постепенно, постепенно я перешла в расстановочный процесс. 8 лет назад была твоя первая расстановка для тебя. А когда была расстановка, организованная тобой для людей? Ой, да если надо подумать, года три, наверное, спустя, два-три года спустя. Это стало твоим увлечением. Ты знаешь, там так получилось, что когда ты идешь в свою миссию, попадаешь в свою миссию, тебя начинает уже двигать пространство. И у меня случались очень такие волшебные ситуации в жизни, когда меня там взяли тогда, по тем временам, это был самый крупный тренинговый центр, меня взяли туда тренером. Я там начала вести тренинги, и в рамках тренингов вставлять потихоньку расстановки. Да, потом я начала потихоньку вести расстановки. Они у меня начали расширяться, двигаться. Потом я приняла решение уже организовать свой бизнес, свои расстановочные вещи. На сегодняшний день я уже обучаю расстановкам. Я планирую сейчас открыть расстановочную школу. Но по большому счету, да. Но знаете, я думаю, что многие это знают, что ты когда попадаешь в поле своей миссии, и вот здесь слово поле я использую не просто так, потому что расстановки, они действительно про поле. Когда ты берешь поле человека, очищаешь его от всего вот этого ненужного, как ты очистил свой телефон от 86 программ, и твое поле начинает работать. Намного как телефон, да? Намного быстрее, намного ярче, камера быстрее включается, какая-то новая информация быстрее подгружается. Здесь точно так же. Ты когда реально понимаешь, я избавляюсь от старого бизнеса, который мне не нужен, я попадаю в свою колью и начинаю заниматься своей жизнью, а не жить судьбой миллионов других людей, тогда тебя начинает двигать пространство, и я на самом деле не успела оглянуться, как я стала, ну, я не побоюсь этого слова, на сегодняшний день одним из самых известных расстановщиков на российском рынке. Я стала проводить расстановки за рубежом, я стала делать расстановочные тренинги, мастер-классы. Мои марафоны на сегодняшний день расстановочные, это, как мы любим в бизнесе говорить, уникальное торговое предложение, потому что на рынке нет расстановочных марафонов, да? Поэтому я во многих сферах в расстановках заняла первое место, хотя в момент, когда я приходила в расстановочную деятельность, мне все говорили, да уже полно расстановщиков, ты на этом никогда не заработаешь и прочее, прочее, прочее. Да, но сегодня я действительно могу жить, путешествовать, позволять себе очень многое, потому что я в расстановках, я действительно меняю судьбы людей, и у меня на счету огромное количество вылеченных болезней, соединенных судеб, ну, там, не знаю, огромное количество историй, где люди лечили и рак, и какие-то гинекологические вопросы, и физические вопросы, и куча-куча-куча кейсов, которые есть благодаря тому, где я нахожусь. Вот об этом как раз хотел тоже поговорить. С каким запросом нужно приходить на расстановки? Что расставлять можно? Что расставлять нельзя? Можно ли там расставлять бизнес? Можно ли расставлять болезни? С какими запросами к расстановщику нужно приходить? И вообще, когда надо приходить к расстановщику? Ну, смотри, давай так, я вот всегда говорю, что расстановка может решить любой вопрос. Любой вопрос можно проработать в расстановке, потому что, опять же, с точки зрения работы поля, с точки зрения той самой эзотерики, все, что происходит в нашей жизни, это находится в рамках нашего поля. Если ты, например, пришел расставлять бизнес, так или иначе, твой бизнес связан с твоим полем, и расстановка может расставить бизнес и помочь бизнесу вырвать, ты, как никто другой, ты знаешь. Да, если там у тебя история, я не знаю, там базовая с деньгами, опять же, можно прийти расставить с женой, с мужем, с детьми, со здоровьем, расстановка может решить абсолютно любой вопрос. И я хочу сказать, что те расстановки, которые провожу я, они идут не только на уровне личности или рода, я работаю еще и на карме, и на вселенке. То есть, если говорить технически, я не знаю, это интересно? Давай, говори. Если говорить технически, как провожу расстановки я, у нас уровень залегания той или иной проблемы может быть на разных слоях. И по большому счету, когда у нас есть в детстве, например, какая-то травма, мы дальше живем и просто подтверждаем эту травму. Например, у нас может быть уровень залегания проблемы на личностном уровне. Это, например, ты и твой бизнес, личностный уровень – это твоя жизнь. И мы смотрим, какие могут быть истории на личностном уровне. То есть, например, вот там приходишь с партнерами, мы смотрим, кто кого, куда вкладывает и почему это не работает. То есть травмы обычностного личностного уровня. Уровень залегания проблемы может быть на родительском уровне. Той же самой проблемы. Ты, например, приходишь с бизнесом, с партнерами, мы смотрим, что, например, своего партнера ты вкладываешь папу, которого тебе в детстве не хватило, и тебе нужна опора и поддержка. Поэтому ты бизнес не можешь делать сам, потому что у тебя за правым плечом нет твоего папы. Ты в партнера вкладываешь папу. А когда ты, например, в партнера вкладываешь папу, ты остаешься в детской позиции, а детям денег на мороженое. Поэтому ты никак не можешь выпрыгнуть из этих детских шортиков и детских штанишек. Тот же самый вопрос. Мы можем смотреть на родовом уровне. Что такое на родовом уровне? Ты приходишь расставлять бизнес с теми же самыми партнерами. Мы смотрим, а у тебя там какой-нибудь прапрадед работал в КПСС, и его там какие-то его друзья предали и сдали, да, ему там грозила смертная казнь, например, да, и тогда мы вытаскиваем эту проблему на родовом уровне Идем дальше, это четвертый слой залегания проблемы, это может быть кармический уровень, идем дальше, например, в прошлой жизни ты был Гай Юлием Цезарем, да, который управлял государством, а его предали его близкие друзья и родственники Поэтому ты в этой жизни пытаешься сделать партнерский бизнес, чтобы того самого Гай Юлия Цезаря соединить с близкими людьми, и там тоже получается травма То есть, если говорить про те расстановки, которые провожу я, уровень залегания проблемы одной и той же может быть на разных уровнях И здесь зависит от того, насколько клиент пришедший готов это взять, да, насколько его поле готово это переработать Но это так же, как с сырником, можно срезать листики сверху, поглубже-поглубже или вырвать прямо с корня Поэтому здесь важно это понимать, что наше внутреннее поле, оно безграничное, бесконечно И уровень любой проблемы можно решить на том плане, на котором готов клиент, и на том плане, на котором он готов в это посмотреть и переработать А как ты видишь, какой это уровень, и на каком уровне лежит проблема? На самом деле, я на сегодняшний день уже достигла этого уровня, когда клиент приходит, вижу все 4, а то и 5 слоев Есть еще такой называемый слой вселенский, это уже более глобальные вещи, там ангел и демон, бог, там опять же Аллах и Иисус, например Я глобально, когда вижу человека, я вижу все уровни, только вопрос, насколько человек сейчас готов то или иное взять Да, потому что, когда ты ко мне придешь со своими конкретными партнерами, я тебе начну загонять про Юлия Цезаря Не факт, что ты в это поверишь и пройдешь в это Моя задача, как терапевта, сделать так, чтобы клиент понял, да, чтобы его поле изменилось И расстановки, это такая техника, когда у нас поле клиента и то, что находится в его голове, транслируется через заместителей Да, то есть у нас в поле стоят люди, которые абсолютно показывают то, что происходит здесь с человеком, заказчиком И я это, как расстановщик, который ведет расстановку, понимаю в рамках того, как проходит заместитель этого конкретного клиента И тогда на уровне этого я принимаю решение, ну, моя задача в момент расстановки проработать максимально все слои И вытащить уровень залегания проблемы с самого корня, да, потому что так или иначе, когда мы достаем корешок, на него уже не наслаиваются истории Понятно объяснила? Могу еще примеры привести? Я понял. В основном ты говоришь про то, что к тебе человек пришел с неким прошлым багажом опыта, в том числе и родовым, да, какими-то определенными программами И ты смотришь, почему и как он ведет себя в этой жизни, исходя из того опыта, который у него есть У меня такой вопрос в связи с этим назрел А по факту ты работаешь с прошлым человека То есть то, что у него есть от папы, от мамы, от его рода А можно ли поработать с будущим человека? Спрогнозировать, например, какое это будущее для человека? Жениться на этой женщине или не жениться на этой женщине? А смерть можешь увидеть, например, или нет? Ну вот смотри, давай немного поговорим о том, почему я глобально не работаю с прошлым Смотри, у нас есть так называемая в расстановках тема, называется иерархия Что такое иерархия? Это каждое следующее поколение, оно младше предыдущего То есть наши родители всегда больше нас И правильно брать у родителей энергию себе И мы всегда говорим, папочка, мамочка, я маленькая, а вы большие, вы даете, а я беру И одно из самых главных правил расстановки, это когда взрослые дают маленьким И мы, как дети, не имеем права лечить родителей и лечить наше прошлое Поэтому вот ты говоришь работать с прошлым Единственное, что мы там делаем, мы видим уровень залегания проблемы Благодарим их за опыт и растождествляемся То есть мы там ничего никогда не меняем Потому что маленький ребенок не имеет права лечить и учить взрослых, да? И в роду, то есть я глобально там ничего не меняю Я просто показываю клиенту, с чем нужно растождествиться И чьи программы нужно отдать Это, знаешь, метафорично Когда наши родители, например, это нецветные телевизоры Вот, ну, помнишь, в детстве, я не знаю, у тебя были такие в детстве телевизоры? Чик-чик, нецветные Так вот, что часто происходит? Мы уже живем во времена, когда плазмы А пытаемся смотреть через этот телевизор, он здесь не работает И бесполезно нашим родителям, как нецветным телевизорам, доказывать, что они должны стать плазмами Наша задача поблагодарить плазму за то, что она была и стала основанием для плазмы И уже жить в плазме и дальше пускать это в наших детей, которые станут уже там плазма 8 Которые, может быть, уже вот так вот станут И тогда ты понимаешь, что ты разворачиваешь свою энергию как раз-таки в то самое будущее И идешь вперед И если продолжать отвечать на твой вопрос Можешь ты увидеть, за какую женщину замуж выходить Или прогнозировать смех Да, на самом деле, на самом деле, да, это абсолютно можно сделать Если мы говорим про партнерские отношения Очень можно прям прийти Вот придешь ко мне скажут, я не могу выбрать Катя, Вика, Наташа, Лена, Вероника, Анжелика Ну, мужчин такое бывает, они прям выбрать не могут И здесь важно понимать, что когда у мужчины происходит приблизительно такая история То, скорее всего, в этой каждой Кате, Вике, Наташи, Анжелики сидят белые пятна системы Кто, например, может быть в твоих белых пятнах системы, когда у тебя так много женщин? Первая – мама, которая тебе не дала любви и энергии Второе – твои нерожденные сестры, которые у тебя были абортированы Ты все это видишь? Конечно, которые были абортированы, да, например Третье – это могут быть твои нерожденные дети Потому что, может быть, какая-то из женщин была со спиралью Когда ты с ней раньше занимался сексом А спираль – это на самом деле, вот, кстати, тоже хочу обязательно это сказать Не надо пользоваться спиралем Потому что спираль технически делает так, что женщина беремене Да потом у нее происходит аборт А это уже нерожденная душа И потом мужчина приходит, расставляет мне 12 женщин Ты смотришь, там, мама, 3 нерожденные сестры, 4 нерожденные дочки И ни в ком из них вообще нету человека, который называется партнер Потому что, если ты идешь в партнерские отношения А хочешь, там, дорастить сестру, дорастить дочерей, отомстить маме Там никогда не будет здоровых, гармоничных, счастливых отношений И расстановка действительно это видит И я всегда говорю, перед тем, как выйти жениться, выйти замуж Перед тем, как принять конкретные такие решения Ну, придите, посмотрите, что с вашим полем Потому что часто вы в своих партнер запихиваете бывших Которым хотите отомстить маму Которая вас там в детстве нагибала Вы хотите что-то ей там не то сделать, понимаете? И вот расстановка, она, ну, если прям резюмировать Она про тотальную честность со своим полем С самим собой Вот про такую тотальную открытую честность И чистоту Потому что важно избавиться от того самого Нецветного телевизора, поблагодарив его Сказав ему огромное спасибо Я тебя люблю за тот опыт И если бы не было нецветного телевизора Меня бы сегодня не было Но взять эту свою плазму и идти вперед Не пытаясь прожить эти Нецветные схемы и фильмы про войну Если ты помнишь, по тем телевизорам все время показывали фильмы про войну Это тоже очень четко относится к расстановкам Потому что когда мы живем из состояния фильмов про войну У нас все время война Нецветной телевизор Это своего рода установки, паттерны, деструктивные программы родовые и так далее Вот как ты с этим на остановках работаешь? Можешь привести пример или какую-то конкретику добавить? Ну, давай я приведу пример из своей собственной жизни Например, моей маме было 34 года Мне в это время было 4 года И моя мама, если вы помните, это были времена, когда был этот МММ Моя мама вложила туда 10 миллионов По тем временам там были безумные деньги Она вложила все, что у нее есть в это МММ И МММ прогорела И мама потеряла эти деньги Мне 4 года Моя мама реально хотела покончить жизнь самоубийством Моя мама плакала много дней Ну, потому что для нее это был конец света Я как маленький ребенок, видя это Хотела разделить эту боль с мамой И взяла ее боль на себя Внутренне своим бессознательным Сказав ей Мамочка, раздели со мной эту боль Мне 34 года Моя жизнь, мне 34 года Моему ребенку 4 года У меня в двух абсолютно разных инвестиционных проектах Сгорает 10 миллионов Я просто хочу показать вот этот паттерн Если говоришь ты про конкретику Мне 34 года У меня сгорает Я ухожу в стресс Повтор программы получился И главное, я это поняла Только после того, как я сделала расстановку на это Мы всегда повторяем сценарии наших родителей В том числе Потому что мы видим, как родителям тяжело И мы хотим с ними эту боль разделить И слава богу, к этому времени я была уже расстановщиком Слава богу, я смогла растождествиться с историей с МММ С историей моей мамы И не ушла в тот самый деструктивный сценарий Чтобы мой сын, которому было ровно 4 года Не взял это на себя и не потащил это дальше в рот Но глобально я, как осознанный человек Расстановщик смогла эту тему отработать Но вы поймите, у нас 100% таких программ Которые мы не всегда контролируем По сути, если говорить, из осознанности мы живем 1% времени И то в лучшем случае И расстановка, она как раз таки про то Чтобы уровень бессознательных паттернов Вот таких, как я привела пример Перевести в уровень Пускай это будет даже неосознанный Но уровня другой истории Уровня плазменного цветного телевизора Потому что, к сожалению, те самые программки Которые есть в нашем айфоне Они уровня фильмов про войну Нецветных историй и прочего-прочего И действительно, расстановка, она позволяет это выкрутить И вот один из примеров, почему я пошла на расстановку Потому что у меня за месяц Две инвестиционные компании К друг к другу не относящиеся Сгорели одна на 5 миллионов и другая И я не понимала, почему Оказалось, вот поэтому Хорошо, вот ты расставляешь эту ситуацию в расстановку Появляются заместители Ты выбираешь своего заместителя Выбираешь в других заместителях Как происходит непосредственно сам процесс Очищения от этой программы Что меняется? Структура клеток меняется Энергия меняется Мысли какие-то меняются На физическом уровне как это происходит? Ну, давай попробуй с энергетического уровня Здесь объяснить Ну, смотри, вот мы там Например, давай разберем эту историю с МММ Моей мамой и со мной То есть у меня там две компании Я ставлю две компании Себя и свои потерянные 10 миллионов Да? У меня эти потерянные 10 миллионов Становятся за мое левое плечо И я как расстановщик понимаю, что это история с мамой Эти 10 миллионов начинают плакать На те потерянные инвестиции Ну, на те компании, которые потеряла я И она начинает из поля эти информации МММ Оно все складывается, да? Я вижу, как расстановщик немножко больше То есть я вам сейчас пытаюсь за минуту рассказать То, что происходит полтора часа приблизительно Что делаю я как расстановщик? Я вывожу отдельно фигуру мамы Отдельно МММ Отдельно свои инвестиционные проекты Расторжествляю То есть показываю, что это разные фигуры Для своей головы, как для заместителя С энергетического плана Если говорить, как я работаю Я просто расторжествляю Например, представляем фиолетовый цвет И я из фиолетового достаю красный И остается только синий И тогда красный, это история с МММ я отдала маме А синяя, это осталась только моя личная история Касаемо денег Туда же у нас часто относятся нейронные связи Большие деньги, потеря Да, и у меня есть такая технология Вот мы когда можем, если кому-то это отзывается Большие деньги, потери Мы видим, что оно слеплено в данной истории Как нейронная связь, да? Потому что наши нейронные связи, они как нервы Знаешь, когда зубы в детстве вырывали Там такой нерв есть Вот наши нейронные связи, они вот такими клеточками Идут по всему нашему телу То есть в данном конкретном контексте Для меня большие деньги, это потери Потому что это было у моей мамы На самом деле, потом, когда я дальше начала разбираться Это было и у моей бабушки Абсолютно такая же история Ровно в 34 года И я разделяю эту нейронную связь Большие деньги, потери Растождествляю ее, да? Специальными разрешающими фразами Потери отдаю маме, бабушке туда И в расстановке мы отдаем это туда И говорим Мы живем в другое время Если мы раньше жили во времена, когда большие деньги Это были потери, потому что там были раскулачивания И прочее, прочее, прочее Мы живем во времена, когда у нас уже всего достаточно И большие деньги уже не являются потерями Судьбу маме отдаем маме Историю с МММ отдаем маме И прочее, прочее Через 2 недели Одна из компаний, которая обанкротилась Вернула мне 5 миллионов Это просто если про результат Да? И результат может прийти сразу Может прийти через неделю, через 2, через месяц Ты сама делала эту расстановку себе? Или ты была у расстановки? Знаешь, я сейчас уже достигла того уровня Когда я могу на заместителе сама держать свое поле Но я всегда говорю, что терапевт всегда должен иметь своего терапевта Который будет его двигать и продвигать Конкретно эту расстановку я делала сама на заместителях Сама держала поле Круто Слушай, немножко про металлогию хочу спросить Если мы возьмем нумерологию, работа с цифрами Есть астрологию Они работают в ноутбуке с определенной программой Тета-хилинг – это работа с седьмым планом Например, например Human Design – это тоже работа с определенной программой Исходя из даты рождения, времени рождения Я тебе начинаю все показывать, про тебя рассказывать Если у этих четырех способов что-то общее с расстановками Может быть, ты в расстановках применяешь астрологию, нумерологию Может быть, ты в расстановках применяешь Тета-хилинг, работаешь с седьмым планом Есть ли что-то общее в работе расстановок и тех четырех наук, о которых я сейчас сказал? Ну смотри, давай так Я вот не скажу, что тот метод работы, которым работаю я Это просто классические расстановки У меня действительно туда включены истории с тем же тета-хилингом С тем же рейки, с тем же энергетическими матрицами С тем же квантовыми торсионными полями С той же на сегодняшний день астрологии Потому что я в это сейчас очень глубоко пошла Поэтому, конечно, я не просто расстановщик, который работает по классике А тот расстановщик, который применяет огромное количество методов и методологий Да, то есть, например, если я вижу, что у девушки сильно повышенная сексуальная энергия А это, как правило, были изнасилования в детстве Например, да, вот очень часто, кстати, травмированная история Когда девочка приходит и говорит, у меня были изнасилования в детстве Так вот здесь можно бесконечно лечить это изнасилование у психотерапевтов, уходя в депрессии А можно увидеть, что у нее был на самом деле очень высокий уровень сексуальной энергии Она с ним не справлялась И ее условно хотели взрослые мужчины Потому что у нее был настолько сильный уровень сексуальной энергии И если мы сюда накладываем, например, астрологическую карту То, скорее всего, у этой девочки Венера в Скорпионе Да, потому что у Венера в Скорпионе очень высокий уровень сексуальной энергии Ну, это если астрологию накладывать, да То есть ты тогда это смотришь И ты понимаешь, что у нее очень высокий уровень сексуальной энергии Ты понимаешь, как расстановщик, что через сексуальную энергию Она может творить, создавать и делать крутые проекты И ты ставишь ее фигуру Моя жизнь, мое творчество, моя энергия И она из этой травмы изнасилованной непонятной девочки За время расстановки выходит в уровень, когда она говорит Охереть, я очень сексуальная, я очень крутая И я сейчас начну создавать дизайнерские проекты Ну, это если приблизительно говорит, как я это соединяю, да То есть я действительно могу там спросить у человека У вас действительно там Венера в Скорпионе? Ну, как правило, расстановка это помогает Но чем отличается нумерология, там, не знаю, human design и прочее От того, что делаю я? У меня действительно есть история, которую я бы... Ее можно назвать магией, ее можно назвать как угодно Но так или иначе, я очень глубоко работаю с каналами видения Я действительно могу видеть, что было в прошлых жизнях, что было в родовых системах Что было в кармических системах Я это могу видеть не потому, что я там какой-то супергерой Это тоже технологии, это можно назвать где-то магией Но магия это тоже технологии умения работать с энергетическими слоями и полями Тот самый случай, когда ты можешь соединяться со своими прошлыми воплощениями Брать их ресурсы, тогда ты можешь из этого ресурса действительно видеть, что происходит Это приобретенная штука у тебя? Действительно приобретенная Не, ну у меня так или иначе есть родовые каналы, которые связаны с целительством, с магией и прочим У меня есть кармические истории, где я там была магом Но по сути я с этим всем смогла соединиться, когда я сама стала много работать в расстановках Заниматься нестандартными духовными практиками, шаманизмом и прочими вещами Окей, давай поговорим сейчас немножко про клиентов и заместителей Давай про клиентов Даешь ли ты клиентам после самой расстановки какие-то задания? Это бывает очень редко, потому что, как правило, что происходит в расстановочном поле? В расстановочном поле меняются нейронные связи То есть условно мы одну программу выгрузили, другую подгрузили То есть если вот, например, раньше деньги были смертью Мы с дедушкой, которого раскулачили, растождествились То есть тему деньги-смерть мы растождествили, смерть отдали в прошлое Деньги вгрузили в чакру Манипура на расстановке Но если я вижу, что есть конкретные вещи, где он, не знаю, гипотетически, условно, не включает ответственность Я ему даю там прям задание, чтобы он, не знаю, каждое утро в 7 утра отжимался Но это бывает крайне редко, это бывает прям крайне редко Потому что, как правило, в расстановке все понятно Меняется нейронная система, энергетическое поле И по сути человека уже там можно отпускать новым в мир То есть это новый телефон с новыми программами Да, ему немножко сложно адаптироваться, поэтому первую неделю-две я всегда говорю Что после расстановки нужно время адаптации Потому что это не просто вы там сходили в театр или в кино Вы сходили на операцию, когда нам просто делают на физическом теле операцию Мы две недели адаптируемся По сути расстановка это операция на энергетическом поле И тоже очень важно адаптироваться Я ответила, я не понимаю? Да, ответила, абсолютно Слушай, а происходит ли откат? Знаешь, я так скажу Все очень сильно зависит от самого заказчика Насколько он готов брать ответственность Я лишь проводник, который покажет То есть клиент приходит ко мне и говорит Я хочу из Москвы перелететь в Нью-Йорк Я делаю все, а он не может У него там камни на пути к аэропорту На пути к самолету Самолет летит там камни Моя задача как расстановщика убрать все камни Исходя из его запроса Посадить его в самолет, долететь с ним Высадить с него в Нью-Йорке Все То есть я дорогу до Нью-Йорка человеку даю Но я не могу брать за него ответственность Почему? Потому что если я вдруг беру ответственность за этого человека Я становлюсь автоматически мамкой Для этого человека Человек в детской позиции У него не будет результата Поэтому я максимально отдаю ответственность Собственно заказчику Поэтому уровень отката будет зависеть ровно от самого человека Насколько он готов туда попасть Насколько он готов туда пройти Один из кейсов последних моих расстановок У меня пришла девочка с раком Раком груди И мы делаем расстановочную работу У нее там были родовые кармические истории На личностном уровне Она много лет живет с мужем Ей хочется развестись Она не может уже с ним жить Там становится твой любимый мусульманский Грегор Где нельзя с мужем разводиться Куча детей Знаешь там ответственность перед социумом И для нее развод Это смерть То есть она что хочет делать Она хочет поскорее умереть Чтобы развестись Понимаешь? И расстановка это все показывает Но я не могу пойти вместо нее развестись Расстановка показывает Я растождествляю ей смерть, развод Я показываю Я ставлю химиотерапию Я показываю ей это все Но все равно глобальная ответственность Все равно идет на человеке Расстановка может показать Поменять нейроны Но тотально человек должен все равно Предпринимать действия в тотальной своей ответственности Понимаешь? Если откат не происходит Если человек полностью следует твоим рекомендациям Вот в предыдущем вопросе Ты сказала, что трансформация происходит Там в рамках первых 1-2 недель Есть какой-то вот реально там Да Средний срок Что трансформации в жизни проявляются там В течении месяца И как это вообще выглядит? Да я вот знаешь Не могу сказать средний Все равно все зависит от конкретного человека Конкретный кейс у меня был У меня в субботу девочка сделала расстановку У нее 6-месячный малыш И у нее не приходило молоко Кормить ребенка И первый ребенок тоже был без грудного вскармливания Потому что молоко не приходило Там была серьезная родовая тема Бабушек, прабабушек Мы растождествили В субботу были расстановки В понедельник утром пришло молоко 6-месячный ребенок До этого ребенок был вообще без молока В субботу, воскресенье Два дня Но опять же, человек взял ответственность Переработал, растождествился Поэтому есть истории, когда за 1-2 дня случают Есть истории, когда вообще ничего не меняется Почему? Потому что человек не готов Он не хочет брать ответственность Понимаешь? Вот и все Как моя первая расстановка Когда я растождествилась с братьями и сестрами Я там где-то через 2 года Сама стала расстановщиком Понимаешь? И тогда на это надо год Иногда на это надо два Как в твоей же истории Ты же тоже так и не сделал Одну из вещей, которую тебе показала расстановка Потому что мы не всегда готовы брать ответственность Мы не всегда готовы в это проходить Да? Привет По поводу заместителей Вопрос Как и откуда к заместителю приходит информация Как он начинает играть бизнес Как он начинает играть жену, отца И причем он это делает абсолютно Ну вот так, как это в жизни происходит Откуда приходит эта информация Вот знаешь, я вот еще раз все-таки обращусь К теме квантовой физики, трансионных полей Пойми важную вещь То, что мы здесь представляем Это только трехмерное пространство На самом деле мы 22-мерное пространство То есть условно, как это показать Например, представь, что ты лежишь на плоской поверхности И к тебе летит муха И для тебя эта муха, когда ты лежишь в трехмерном пространстве Ее лапки, которые будут падать тенью Будут чем-то ужасным дьяволом, который тебя убьет Понимаешь? Ну, грубо говоря Но если ты выходишь за пределы трехмерного пространства И становишься, для тебя эта муха становится просто мелкой-мелкой частью Да? Я к чему это? К тому, что по сути, когда мы попадаем в расстановочное поле Мы выходим за рамки трехмерного пространства Мы выходим в рамки 22-мерного пространства И начинаем видеть нас не только здесь и сейчас Мы начинаем чувствовать и видеть поле во всех временах и пространствах Поэтому, когда приходят заместители Они автоматически попадают в то самое поле Где есть все воплощения, все жизни, все истории И поэтому они действительно могут видеть муху мухой А не просто лапками, которые прилетели, как дьявол Так, если я понятно объяснила, да? Я не знаю Ну, то есть, ты знаешь, это работа поля Это работа поля А глобально, опять же, с точки зрения квантовой физики Когда-то мы все были одной точкой Когда произошел вселенский взрыв Мы распались на много-много миллиардов частиц И в каждом из нас, так или иначе, прописана информация Любого человека на этой планете И, по сути, мы являемся информационным полем любого человека на этой планете И вот здесь важно понимать, что когда приходит заместитель Он реально идет в ту свою часть Где он владеет всей информацией всей планеты Это когда-то мне говорил вопрос про будущее Да, когда ты соединяешься с информационным полем всей планеты Во всех временных пространствах Ты можешь видеть и будущее, и прошлое И следующие жизни, и следующие жизни, и следующие жизни Но для этого нужно умение доверия Да, и вот расстановочный процесс Он как раз-таки позволяет в этом едином поле Соединиться с чем-то большим Да, я являюсь здесь проводником И люди не всегда понимают, что это происходит Но, по сути, в расстановочном пространстве Мы соединяемся с самими собой Поэтому, когда вы приходите с заместителями Вы всегда прорабатываете свои травмы в том числе Потому что вы чистите и свой телефон заодно Это, знаешь, как этот корень Когда достаешь, ты тащишь все кучу-кучу-кучу-кучу-кучу-кучу-кучу-каких херостей Поняла Я как раз хотел тебя спросить Считывай пространство Какой результат ожидать от проработки заместителем? То есть, какой смысл заместителю идти заместителем? Вот опять же, возвращаясь к полю Никогда не бывает чужих расстановок И опять же, это соответствие полю Все люди собираются в том и ином месте По своим интересам и программам Понимаешь? Вот как мы сегодня с тобой встретились У нас общие интересы программы И наверняка у нас сейчас с тобой здесь выработалось общее поле С ребятами и со всеми есть общее поле В котором если мы сейчас начнем проводить расстановки Скорее всего, травмы мамы и папы будут одинаковые Да, ну потому что мы здесь все собрались по каким-то своим травмам Точно так же, когда вы ко мне приходите Там 70-100 человек Вы формируете то поле, которое соответствует тем запросам Которым мне говорит заказчик И каждый человек, которого выбирают на ту или иную историю Он всегда будет прорабатывать себя В том числе, потому что у него есть отклик И ты же бывает приходишь ко мне на расстановке И это работает уникальным образом Когда там говоришь, вот у тебя там младший брат У тебя стоит заместитель, который говорит, ой, у меня есть младший брат Вот у тебя там младший брат Николай И у меня младший брат Николай И оно всегда поле подбирает лучшего человека для этого Потому что человек, прорабатывая в роли заместителя, прорабатывает и себя У нас тоже было огромное количество историй Даже знаешь, как бывает интересно, бывает заместители себя прорабатывают даже лучше, чем заказчик, потому что заказчик сидит и переживает, а заместитель же вроде просто заместитель, и он без загонов очищает программку спокойно. Да ладно, выброшу программку, выброшу программку, знаешь. Хорошо, заместитель прорабатывает. А не бывает ли, Юля, такого, что заместитель, играя в чужой расстановке какую-то роль, наоборот, приобретает вот эти вот все программы, паттерны и каким-то образом делает себе хуже? Знаешь, огромное количество всякой информации о том, что вот вы будете заместителем, наберете себе всякой херотыны в свою жизнь, да, я понимаю, почему ты спрашиваешь. Я здесь всегда отвечаю, так не бывает чужого, никогда не бывает чужого. Еще раз, мы так или иначе попадаем в единое поле, и если поле оно сюда привело, мы можем это проработать у себя и очистить у себя. Никогда не бывает чужих расстановок и чужого поля. Это так же, когда мы начинаем на кого-то перекладывать ответственность, знаешь. В обычной жизни она такая или он такой. Это опять мы не берем ответственность и не видим свои части. Об этом говорят очень много классических психологов, когда люди лишь наше отражение. Расстановка это очень четко демонстрирует, всегда демонстрирует. Попадая в заместительство в какую-нибудь там бабку, которая умерла от рака, потому что ее бил ее дед по голове топором, ну, например. Скорее всего, у тебя есть тема, где ты являешься жертвой в отношениях с партнером, и, скорее всего, у тебя там есть треугольник классический Картмана. Почему? Потому что у тебя есть программа, где я жертва, он тиран, и ты в этой жизни, в том числе как заместитель, не можешь найти себе здоровые гармоничные отношения. Потому что, если ты здесь стоишь, оно всегда есть там. Никогда не бывают чужих расстановок и чужого поля. Потому что, как я отвечала в прошлом вопросе, изначально мы все были единой точкой, рассыпались. И, знаете, вот тоже я очень люблю отвечать на этот вопрос. Поймите, я 8 лет в расстановках. Если бы я брала чужие истории, я бы уже была на кладбище на каком-то там, в Гиреевском, ну, или каком-то там, понимаешь. А знаете, в чем мой успех, и почему я действительно сейчас обучаю своих учеников? Мой успех как раз таки в том, что когда ко мне приходит любой клиент, я понимаю, что это и моя история в том числе. И я сейчас вместе с клиентом подчищаю и свою информационную базу, своего мобильного телефона. Это вообще святая должна быть, если ты столько расстановок почистил. Так вот, знаешь, здесь так важно понимать, что столько в нас программ, что мы их можем чистить, недочистить. Потому что, в первую очередь, мы это делаем для себя, для своих детей и для своих будущих воплощений, и, в принципе, для эволюции всего мира. И да, действительно, если уровень залегания проблемы у меня раньше был на одном уровне, сейчас совсем на другом, да, у меня проблемы уже сейчас другого уровня. Но здесь важно брать ответственность и понимать, что в этой галактике, в этой вселенной, попадая в информационное расстановочное пространство, вам всегда будет что увидеть, рассмотреть и изменить свою жизнь. И ты же приходишь на расстановки, и ты всегда видишь, что, о, у меня такая же история, о, это моя тема, о, круто, это мое. Вот и все. Раз уж мы говорим о негативе чуть-чуть, да, мы затронули эту тему, может ли она негативно отразиться на заместителях. Я немножко серчил YouTube, читал пару статей в Яндексе, по-моему, Esquire или GQ про расстановки. И в целом... Даже такие крутые издания пишут про расстановки. Да, был, я могу эти статей скинуть, по-моему, Esquire или GQ. И в YouTube я нашел пару негативных отзывов именно самих психологов. Почему психологи негативно относятся к расстановкам? Я вот не люблю обсуждать других терапевтов, но поймите одну важную вещь. У меня у самой два высших образования психологических. И когда работает классический психолог, как правило, что он делает? Он назначает огромное количество сессий, я тоже это все проходила, в свое время даже работала так. Он назначает тебе огромное количество... Приходи ко мне каждую субботу, мы с тобой будем прорабатывать в 100% случаях маму и папу. Понимаете? И так можно ходить год, два, 100-500 лет к этому психологу. Психолог получает регулярную оплату, регулярного клиента и прочее. Как работает расстановка? Ты приходишь на расстановку, за час-полтора ты простраиваешь маму-папу на уровне нейронов. Тебе не нужно больше что-то понимать, потому что нейроны ты все простроил. Более того, ты помимо мамы-папы простраиваешь рот, карму, и на этом все. Можно годами, десятилетиями ходить к психологу, а можно один раз прийти на расстановку и проработать все. Я не знаю, что там говорили те психологи, которых ты слушал, но есть реальная тема, когда метод расстановок, это новый технологичный метод, который позволяет решить вопрос намного быстрее. Это как, знаешь, раньше операция, или как раньше до Екатеринбурга надо было ехать на лошадях 14 дней. Это вот приблизительно техническая, классическая работа психотерапевта. Но сейчас можно сесть в самолет и через полтора часа оказаться в Екатеринбурге. Хорошо, если мы возьмем одну полуторачасовую сессию у расстановки, поставим равно, сколько это психотерапии. Слушай, я не могу сказать, потому что это зависит от конкретного психолога, от конкретного клиента и прочее. Но это однозначно за пределами. Классический психотерапевт, я еще раз повторю, он не работает с кармой, он не работает с родовыми штуками, он не работает с вселенскими штуками, понимаешь? Потому что можно бесконечно лечить родителей, но если у тебя прадеда раскулачили, то ты там обличись родителям, а у тебя есть контакт с тем дедом, которого раскулачили. Ты хоть выпрыгни из штанов, ты не сможешь стать миллиардером. Если ты был Гай Юлием Цезарем и тебя за твою власть убили и предали близкие, ты хоть обходись к психотерапевту, проработать 10 раз маму-папу. Ты пока с Гай Юлием Цезарем не растождествишься, ты не станешь известным, знаменитым, понимаешь? Вот приблизительно вот так здесь. Это уровень другого сознания, это уровень других слоев, это уровень, как я люблю говорить, другой игры. Расстановка позволяет выйти на абсолютно другой уровень осознанности. Это из трехмерного пространства перейти в 22-мерное. Вычистить поле так, чтобы уже с чистого листа пойти. И тогда ты берешь свой мобильный телефон, у тебя там нет ничего, и ты грузишь на только то, что тебе нужно. Нужна известность? Пожалуйста. Нужна яхта? Пожалуйста. Нужна жена? Пожалуйста. Что там тебе еще нужно? Мы подходим к моему самому основному вопросу, чтобы не ошибиться, я его зачитаю. Есть несколько методов расстановки. Групповая и индивидуальная. Какой метод эффективнее, групповой или индивидуальный? Расскажи о каждом из них, как происходит работа и как происходит сам процесс. Давай. Это такой достаточно развернули, сейчас будет ответ. Вот и... Блядь, как это слово? Экс, ва... Нет, этих журналов модных начитался, понимаешь? А на сайт мой не зашел и не посмотрел, какие есть методы. Я в ютубе тебя смотрю. Да, давайте начнем со следующего. Действительно... С групповой? Расстановки... С групповой. Расстановки есть разных видов. То, что есть в моем пространстве. У меня есть индивидуальный формат расстановки. Это когда я один на один с человеком работаю. Причем индивидуальный формат расстановки предполагает индивидуальную работу лично в поле и онлайн формат. Как здесь происходит? Я вхожу в поле человека, я ставлю метафорические карты и на метафорических картах считываю информационное поле. Здесь работа идет намного быстрее, намного глубже, потому что я быстрее прохожу, чем заместители. Но в этом пространстве он не может обняться с мамой, обняться с папой, обняться с сын Га Юлием Цезарем из прошлой жизни. Вы вдвоем в этот момент? Да, мы в этот момент вдвоем. То есть я ставлю фигуры и я считываю пространство. Это какие-то фигурки? Это метафорические карты. Ну, в моем контексте это метафорические карты. Есть второй формат, как ты правильно говоришь, групповой, он один из популярных Он также есть в онлайн формате, в оффлайн формате, где мы ставим людей По зуму что ли в онлайн? Да, в онлайн формате по зуму То есть если в оффлайн формате, ты реально можешь прям пощупать своих близких, родственников Да, ты вот на таких у меня был Это тоже очень крутой формат, ты прям можешь пощупать, обнять, обняться с бывшей женой Сказать ей, я обнуляю баланс между нами, я отдаю тебе все, что взял, сверхбаланс Забираю то, что дал, сверхбаланс Обнулить баланс со всеми бывшими, там всех своих родственников, увидеть брата там нерожденного, подержать Есть групповой формат онлайн, это мы в зуме видим людей, мы можем с братом, с сестрой, с мамой, с бывшей женой поговорить Это тоже рабочая схема, она тоже мне достаточно популярна Также у меня в арсенале есть формат расстановки, который называется тематическая расстановка Что такое тематическая расстановка? Это собирается группа людей, и у группы людей есть один общий запрос Например, одна из самых популярных тематических расстановок, это вот эти нерожденные дети Когда мы на уровне всего поля прощаемся, оставляем нерожденных братьев и сестер Отпускаем их к Богу, благодарим своих нерожденных детей, нерожденных детей, наших родителей Тоже очень большая часть Помимо этого, у меня есть формат расстановки, который называется расстановка сказка Что такое расстановка сказки? Когда мы читаем историю сказки, ставим в расстановке фигуры И там тоже мы прорабатываем огромное количество историй Почему? Потому что, как правило, в сказке мы не зациклены на себе И мы прорабатываем свои серьезные травмы И, пожалуй, самый близкий и добрый метод, которым вы все можете сегодня воспользоваться Он очень доступный Это формат моих авторских расстановочных марафонов Любой мой марафон, который есть на сегодняшний день в моем пространстве Он будет всегда расстановочным Вы там потихоньку можете познакомиться с методом расстановок Вы можете почувствовать, как это работает на личностном родовом кармическом слое Я понятно, что сегодня всем твоим зрителям подарю один из своих расстановочных марафонов Коротеньки трехдневных Да, мы в конце это сделаем То есть формат расстановочных марафонов тоже подходит Поэтому здесь можно смотреть, что тебе идет больше Например, у тебя есть тема денег Ты можешь на тему денег прийти на тематическую расстановку Ты можешь на тему денег взять марафон У меня три денежных марафона Ты можешь реально прийти ко мне на групповую расстановку онлайн или офлайн Либо если тебе интересно поработать со мной лично И знаешь, у меня там огромное количество там бомонда, звезд, которые не придут на группу Они ходят ко мне индивидуально Если ты не хочешь выносить Почему? Ну, так или иначе, очень часто бывают люди, которые не хотят свою тему выносить на публику И действительно, многие известные люди И я тебе больше скажу, многие мужчины Они больше ходят все-таки лично на расстановке Вот, и есть такой формат, где ты работаешь со мной лично Да, там ты или люди Ты сказала такую фразу сейчас вот в разговоре Я возвращаю тебе все, что взял сверх баланс и прочее Это же, правильно я понимаю, называется разрешающей Разрешающей фразы Что такое разрешающие фразы, когда и как ты их применяешь, что они делают, зачем они нужны Ну, глобально, смотри, любая расстановка, она должна привести поле к любви и пониманию Что такое любовь и понимание Любовь и понимание, когда мы понимаем по отношению к партнеру, к родителям свое место в системе И понимаем, что между нами была любовь Как это можно сделать? Это можно сделать теми самыми разрешающими фразами Например, да, у нас есть прошлый партнер, с которым у нас остались негативные истории И расстановка позволяет эти негативные истории обнулить, чтобы энергия не перемешивалась и не перетекала Конкретная разрешающая фраза с бывшим партнером Вот вы тоже сейчас можете представить всех своих бывших партнеров Прям вот визуализировать их и сказать Я отдаю тебе все, что взяла у тебя сверх баланса И забираю у тебя все, что дала тебе сверх баланс Тем самым с любовью и благодарностью мы обнуляем эти балансы И растождествляемся с этим партнером Например, очень часто разрешающая фраза по отношению к родителям Или когда я родитель, там ребенок, я как мама ребенку говорю Вот можете там сейчас все меня представить своей мамой И я как мама могу сказать разрешающие фразы Ты всегда маленькая или маленькая, а я большая Я даю, а ты берешь И для меня самое главное, чтобы ты был самым счастливым, самым богатым, самым успешным мальчиком на земле Я сделала для тебя все, что могла Я не могла тогда по-другому, но я готова была отдавать за тебя жизнь Такие базовые разрешающие фразы, которые дают ребенку реальное понимание, что мама отдавала все Потому что, если говорить про маму, мама по сути отдавала всю себя Когда ребенок сидел у мамы в животе, она отдавала свое тело У нее трескались кости, у нее выпадали волосы Потому что она все свое тело, всю свою энергетику отдавала своему ребенку И вот разрешающие фразы помогают восстановить этот энергетический баланс с ребенком Когда мать начинает давать, ребенок начинает брать Ну это как пример просто разрешающих фраз Возьмем групповую расстановку Предположим, человек не знает, нужна ему расстановка или не нужна Как ему нужно к тебе прийти, с каким-то, может быть, запросом Что-то нужно подготовиться, что-то уже знать Как и с каким запросом нужно приходить к тебе на расстановку Ну смотри, если человек идет с запросом То если у него все в порядке, лечиться не нужно Но я скажу вам так В наше время, если вы считаете, что у вас все в порядке И вы не готовы дальше трансформироваться То вы уже деградируете Ты помнишь, как в этом «Алиса в стране чудес» Нужно слишком быстро бежать, чтобы хотя бы оставаться на своем месте И по сути, что я рекомендую, это прям регулярно Прям, знаешь, на сегодняшний день нельзя без образования На сегодняшний день нельзя без возможности двигаться и развиваться И здесь важно смотреть запрос То есть по-любому у каждого человека есть тот иной запрос Потому что есть внутренняя мотивация к эволюции, к росту Как сформировать тот самый запрос? Запрос мне как раз новщику всегда нужен Почему? Потому что я должна знать, что человек хочет в Нью-Йорк, в Паттайю Или в Новоуренгой Слушай, ну все наверняка хотят либо любовь, либо деньги, либо здоровье, правильно? Ну три тебе запроса, или все-таки есть еще какие-то? Запросов на самом деле огромное количество Бывают еще истории, я хочу вздох, был бывший муж Ну, например Хорошо Приведи пример какой-нибудь, я не знаю Запоминающийся твоей расстановки Или какой была твоя самая любимая расстановка? Есть такой фаворит? Ну я сейчас работаю уже на других слоях Я очень люблю расстановки, которые связаны с какими-нибудь кармическими или вселенскими историями И я не знаю, как сейчас воспримет твоя аудитория это Но наше время сейчас мы реально уже имеем связи с другими планетами И на нашей планете сейчас есть много инопланетных структур Я люблю вот расстановки, ко мне часто приходят люди с такими инопланетными структурами Они не очень адаптированы к миру И я очень люблю такие истории У меня только 2-3% таких расстановок происходит Потому что, ну, как бы я в контакте с этим И там приходит девочка, у которой там не работает кишечник, например Она не может контакт с людьми найти Она вообще не понимает других людей и прочее Мы начинаем смотреть в работе А у нее реально есть там подключка к какому-нибудь Сириусу или Ориону Какой-нибудь другой планете То есть у нее есть контакт с той планетой Я вообще нормальный человек И это работает в расстановках в том числе Если человек готов это услышать, он услышит И здесь важно понимать, что у нас реально сейчас есть много людей Которые действительно не адаптированы Не потому что они неадекваты А потому что у них реально встроены новые технологичные энергии И они до конца адаптированы к миру У меня просто вопрос сейчас такой созрел Я тебе его потом задам Его нету в списке Ну давай задай сейчас Слушай, а вот есть такая штука порча Да, хорошо Ты можешь ее в расстановке увидеть и убрать? Конечно Давайте про порчу поговорим Хорошая тема Кстати, у меня есть марафон для элит Мы там очень четко работаем с порчами С глазами и всякой херотой Типа этого Что такое порча? Когда у нас приходит порча Мы опять находимся в рамках Того самого двухмерного пространства и мухи Понимаешь? Если я нахожусь в ситуации, когда я боюсь порчи Я не готов в нее смотреть Тогда эта муха для меня очень страшный динозавр И первое, что мы должны понять Когда у нас приходит порча У меня тоже большое, огромное количество людей Которые приходят, там черная магия Меня приворожили Закопали лягушку под третьим кладбищем Восьмого угла И разбили ей на голове яйцо И выкатали его Это очень такая известная история Но как работает расстановка в этом плане? Здесь важно увидеть, что Если в человека идет магия То в человеке есть ровно столько магии, насколько он может взять А если в человеке есть ровно столько магии, сколько он может взять Он может из этой своей части дать отпор То есть, по сути, в расстановке мы опять Что делаем? Обнуляем балансы и возвращаем ту магию тому, кто ее сделал Это с одной стороны С другой стороны, мы расширяем сознание человека И поднимаем его над этой мухой И понимаем, что он не может ничего бояться Потому что, знаешь, моя личная история этих порч Знаешь, сколько было? Порча на порче Порча погоняло Фотографии где-то на кладбище закапывали И каждый раз для меня это был выход на новый уровень Поэтому ответ такой Порча как таковая есть Порча работает только пока человек не берет свою силу Порча работает пока человек боится Это как собака Если она на тебя бежит, ты ее боишься Она тебя обязательно укусит Когда ты поворачиваешься и к ней говоришь Блин, у меня столько порчи, насколько я могу С вот этой вот магией быть в контакте А по сути магия это энергия Насколько у меня есть энергии дать этой порчи-отпор Ты поворачиваешься, даешь порчи-отпор Все, порча закончилась Вот приблизительно такой расклад в расстановках Но с порчами, с приворотами, с глазами и прочей хера То я работаю И с приворотами тоже работаю А привороты тогда же Его видно в расстановках? Конечно Я тебе больше скажу Привороты это даже полегче, чем порча Порча, потому что это прям серьезно сделанные ритуалы С привлечением, как правило, душ каких-нибудь животных А привороты это тебе просто могли месячные девочки накапать стаканчик в чай Ты выпил и все И ты ее любишь, да, глубь и души Офигеть Хорошо, давай будем завершать Напоследок Что бы ты хотела добавить от себя в это интервью О чем мы забыли поговорить Что ты хочешь сказать нашему зрителю о том искусстве, которым ты занимаешься? Ты знаешь, я, наверное, скажу следующее Что мы сейчас все живем в абсолютно новой эре Это новая эра любви Как я говорю, с энергетической точки зрения Мы сейчас все переходим на четвертую чакру И расстановки это тот самый метод, который позволяет перейти в эту новую эру любви Потому что, по сути, как расстановщик, моя единственная задача привести человека к любви Соединить дуальность, чтобы он увидел это В рамках родовой истории это соединить маму, папу и понять, что это любовь В рамках отношений с партнером соединить партнеров, понять, что это любовь И вот глобально важно понимать, что мы уже вышли все за пределы войны То есть, если наши родовые кармические истории жили в войне И для того, чтобы добиться чего-то, мы все время воевали Мы сейчас живем уже в мире изобилия, в мире любви И очень хочется, чтобы мы все об этом начали задумываться и проходить в ту самую любовь А та самая любовь, это когда мы работаем из внутреннего изобилия Когда мы можем просто так любить, просто так отдавать, просто так доверять, просто так быть в честности Да, в частности, не воюю я уже за что-то Вот я, наверное, пожелаю всем твоим слушателям вот этой любви Что я могу еще сказать? Я очень вас зову в своем поле пространства У меня огромное количество бесплатных проектов Можете зайти там на мой инстаграм-аккаунт, подписаться Я подарю всем Мы его сейчас вот здесь вот оставим Вот там где-то мы оставили его В инстаграм-аккаунт у меня также есть подкасты, которые на сегодняшний день номер один в России в категории психологии У меня огромное количество различных чатов, бесплатных тоже я вас везде жду Я всем твоим подарю участие в своем легендарном марафоне «Три шага к богатству» Это трехдневный марафон про деньги, где мы как раз-таки разбираемся с уровнем личности, кармы и родовой системы Как проработать деньги, я вас всех зову на него Тоже мы опубликуем вам промокод Ссылку тоже Да, ссылку и промокод дадим На сайте вводите промокод и приходите Я буду бесконечно счастлива видеть вас в своем пространстве И провести вас в ту самую любовь И вот так И тебе я бесконечно благодарна Юль, спасибо большое тебе за это интервью Это действительно была вишенка на торте Потому что расстановки для меня на самом деле были одним из мощнейших инструментов Три года или четыре даже года назад у Лероны Там, где мы с тобой, кстати говоря, встретились, по-моему, первый раз После длительного перерыва с тренингов личностного роста И я действительно считаю их современным инструментом Который может быстро решить какой-то вопрос Который у тебя долго висит, над которым ты долго думаешь Я тебя искренне благодарю Благодарю тебя И жду в своем пространстве Слушай, у меня в расстановке Которая была там пару месяцев назад У тебя Я вот помню, что деньги вставали в позицию, допустим, за спиной с левой стороны А мой заместитель вообще там, допустим, сидел Вот такие знаки о чем тебе говорят Что это значит? Ну смотри, расстановки это, по сути, система Работа системы И у каждого человека в системе всегда есть место Ну, например, если я маленький ребенок Мой папа всегда будет справа, моя мама будет всегда слева Я буду сидеть перед ними И, например, если человек ко мне приходит с запросом, не знаю, 30 миллионов рублей И эти деньги начинают двигаться в пространстве И становиться заместителю за правое плечо Мне как расстановщику это говорит о том, что человек ищет на самом деле не 30 миллионов рублей А ему просто тупо не хватает поддержки папы И сколько бы он миллионов не заработал, он там папу не найдет И мне как расстановщику это говорит о том, что я должна в поле выставлять папу И строить отношения этого конкретного человека с папой Потому что пока он будет в эти 30 миллионов вкладывать папу Он не будет внутренне счастлив, не будет внутренне богат 30 миллионов он тоже не добьется А скорее всего возьмут хреновую кучу кредитов Потому что кредиты это всегда нехватка родителей Нехватка родительской энергии, понимаешь? Вот, то есть о чем мне это говорит? Вот об вот таких вещах А если у меня заместитель, например, падает в детскую позицию Когда у меня стоят все взрослые фигуры То это, скорее всего, говорит о каком-нибудь нерожденном братье или сестре Потому что он стоит в детской позиции И если он еще с энергией такой, как будто умерла, понимаешь? То же мы это вытаскиваем и смотрим Ответила? Да, вполне Еще есть вопрос? Юль, а где вообще можно обучиться расстановкам и где ты их научилась? Ну смотри, давай так Я, вот понимаешь, я говорила, что я уже не являюсь классическим расстановщиком У меня огромное количество терапевтов В том числе с точки зрения расстановочных процессов Я практически у всех расстановщиков, которые сегодня на российском рынке была Была там у Берты Хеллингера была Что на сегодняшний день? Я обучаю расстановщиков Я уже выпустила больше 63-х расстановщиков Можно прийти ко мне обучиться расстановкам Но я еще раз скажу, что я работаю не в классическом методе У меня там идет и квантовая терапия, и энергетическая матрица И умение считывать поля, и прочие-прочие моменты То есть, ну, конечно, приходите ко мне учиться Но я хочу вам так сказать Для того, чтобы стать расстановщиком, очень важно научиться читать поле Чувствовать поле Чувствовать поле другого человека В классической психотерапии это называется эмпатия та самая Ты можешь чувствовать поле другого человека Поэтому для того, чтобы научиться расстановкам, как минимум Нужно начать ходить заместителям и учиться считывать Потому что, знаешь, это как управление автомобилем Мы можем бесконечно читать книжки, как управлять автомобилем Но мы научимся ездить только тогда, когда мы начнем проходить практику И вот, знаешь, когда меня спрашивают, в чем мой успех, почему я так быстро смогла двинуться в категории расстановок, я говорю, что это большая практика. Я реально 50% своего времени провожу в расстановочном пространстве. Я решаю все свои вопросы через расстановочное поле. И, пожалуй, мой успех в расстановках и в том, что я смогла так многого добиться в этом, это бесконечно огромная практика. Практика, практика. То есть я ни один день не провожу без расстановок. Я каждый день беру одного-двух клиентов обязательно. Каждый день я провожу в расстановочных процессах. Это как говорят, что если хочешь быть мастером какого-то дела, это дело нужно сделать 10 тысяч часов. Да. Просто важно здесь понимать, что расстановочное пространство как поле, оно безразмерное бесконечно. И ты только вроде отработал на личностном уровне, да, тебе говорят, на родовой. Ты берешь родовой, идешь кармический, кармический берешь, идешь вселенский. И для меня настолько это интересно, для меня настолько интересно это изучать и двигаться дальше, что я не хочу останавливаться. В каждую работу, в которую я иду с клиентом, мне самой интересно посмотреть, что там будет. И вот знаешь, за что я люблю расстановки? За то, что для меня это каждый раз новое путешествие, в котором я и для себя открываю огромное количество историй. И, пожалуй, самым важным и большим моим учителем являются мои клиенты. Обучая других, обучаешься сам? Конечно. Это правда.